Привет, дружище! Меня зовут Шамба, и мы путешествуем по Моравинду, острову Варденфелл. В прошлой серии мы занимались следующим. Мы выполняли задание от нашего архимага Трибониуса, которые немного чухнуты по поводу того, что требовалось разгадать загадку Двимеров. Но еще было какое-то задание, но его выполнял совсем-совсем недолго я с тобой. Так вот, загадка была разгадана, посмотрим, что еще за задание зависли в дневнике. Напоминаю, прежде чем отправиться в Солстейм, давай все осмотрим. Итак, убийство Магиуса. Это задание, к сожалению, я не могу выполнить просто по той причине, что оно было добавлено модом. Но как только я захожу в жилище вот этого Магиуса, которого убили, у меня вылетает игра. Поэтому я, к сожалению, это не могу выполнить и не могу с этим ничего поделать. Потому что если накатить последующие версии обновления мода, то все старые сохранения слетают. Так что убийство Магиуса так и будет висеть. Гильдия магов. Я не некромант. Шардна Грамузгуб уверяет в меня, что она не некромант. И не может научить меня никаким заклинаниям. Любопытно. Да, действительно любопытно, потому что это задание было чуть ли не с начала игры. И как это исправить, как это пройти, я вообще, честно говоря, без понятия. Но если это Арчиха, некромант, значит должны быть какие-то улики. Поэтому отправляемся в гильдию магов Балморы и внимательно все осмотрим. Можно, например, ее также осмотреть очень внимательно, потому что есть кольцо невидимости. И можно попробовать грабануть. Путешествие Балмора. Девять золотых монет. Вроде бы немного, а с другой стороны, чуть ли не месячное жалование стражника. Итак, какие доказательства обычно у некромантов были? Во-первых, у них были всякие некромантические книги. Во-вторых, около них были всякие зомби, скелеты и прочее. Ты дай ты мне пройти. Вот наша Арчиха стоит. Неплохо было бы выяснить, а где ее здесь койка. Потому что те, кто живет в гильдии магов, обычно они живут именно в гильдии магов и не имеют домов. Так, кстати, а может действительно нужно посмотреть, где ее койка? Так, сундук. А вот чья это комната? Ну, с учетом того, что это такая индивидуальная комната, мне кажется, это комната главы этого отделения гильдии магов. Потому что, ну, обычным рядовым магам отдельную комнату, ага, сейчас прям дадут. Так, подвал. В подвале здесь происходит что-то странное. Фишка в том, что я, когда впервые играл в Муровинд, это было очень давно, я как-то с вот этой вот фигней мог взаимодействовать. И вот эта вот даннерка мне что-то говорила. Тут было какое-то задание, я не помню. Так, вот сюда я не могу пролезть, потому что я застреваю. Вот. Застрял и ничего сделать не могу. Хорошо. Здесь правила. Правила пользования комнатой практики. Уважаемые коллеги, при вызове опасных существ обязательно используйте камеру защитным полем. Вызов нежити в помещении гильдии категорически запрещен. Последнее, что нам нужно здесь, это отряд фанатиков из храма. Правда, Шарт? Следующий, кто догадается поставить мишень на просьбе двери, будет Итсна. Я не шучу. Орли Львин. Этот кристалл подраг от гильдии Левина. Он должен повысить эффективность тренировок. Ранес Атрис. Кристалл. Вот он, кристалл. По-моему, дает возможность регенерировать магию. Кстати, вот это очень неплохое местечко для призыва всяких непонятных существ. Правда, я могу вот золотую свердушу призвать, точнее, не могу, потому что столько магии нет. А больше, собственно, я никого призывать не умею. В общем, становишься вплотную сюда и призывается чудовище вот сюда. Обычно в Обливионе я практиковал такую практику. Практиковал практику. Просто замечательно. В общем, я призывал кого-то, а потом на этого кого-то использовал заклинания типа «Разрушение», чтобы прокачать также эту магию. Ладно, давай с тобой поговорю. А, как замечательно. Добро пожаловать. Но у нее никогда заданий не было, по-моему. Я к ней подходил в самом начале, и она ничего нового, особого, интересного не рассказывала. Поэтому вряд ли она знает про Арчиху, и в подвале нету никаких комнат. Следовательно, если комнат нет в подвале, да я пройду. Они могут быть наверху, но наверху только глава гильдии магов сидела. Так, это дверь наружу, ладно. Подождем. И я еще заметил тот факт, что Морровинд стал очень-очень долго загружаться. Ладно, я привык там, что Готика долго загружается, например, третья часть. Когда впервые в нее играл, она очень долго грузилась. За это время можно было... Ну, это труп, он за мной погнался. Поесть, посмотреть какой-нибудь фильмец серии. Только тогда Готика загружалась. Так это тоже наружу? Точно. Это Камона Тонги стоят. Так, понятно, значит здесь тоже никаких комнат нет. Следовательно, тут по центру стоит барабан, это что-то значит. Это значит то, что эта Арчиха спит... А, че я... Ой, блин. У них же вот здесь вот рядом койки. Так, здесь койки, койки, койки. Никто меня не видит. Так, ну, доказательств нет, нужна какая-нибудь книжка. Ладно. Надо от тебя грабануть, извини, но не смотри на меня. Будем обшаривать карманы. Так, кольцо невидимости, бам. Не смотри на меня так. Я хочу проверить твои карманы. И на всякий случай стоит сохраниться, потому что, мало ли, меня изгонят из гильдимагов. Да, я знаю, что у меня сохранений больше нет. Возможно, стоит как раз-таки почистить и сохранение, чтобы не было очень долгой загрузки. Хотя, я не знаю, как это связано. Пам. Понятно. При себе нету ничего. Может, я тебе просто дам взятку, и ты скажешь, что ты некромантша? Да, вы очень помогли. Если вам нужно знать что-нибудь еще, пожалуйста, спрашивайте. Так, ну, она обучает обычным заклинаниям, а заклинаниям некромантий. Как тебе раскрутить на это, некроманте? Нет, конечно, нет. Я не могу научить вас заклинаниям. Я не некромант. Нет, вовсе нет. Не некромант. Буфет. Но она неспроста тут так сидит. А может... Может, где-то она вот здесь, в сундуках, около себя, прячет что-нибудь интересное. Это единственная догадка, потому что, ну, в буфете я сомневаюсь, что кто-то стал бы хранить некромантические книги. Нет, тут только ваза какая-то. Ладно, давай используем опять же кольцо и обшарим шундуки. Еще один буфет, но тут опять же ваза. Так, а если я во время осмотра одену? Отлично. Может, не уходить из невидимости в бочке. В бочке никаких книг нет. Черт, этот взломать еще надо. Бам. На всякий случай я опять же одену кольцо. Бам. Буфет, амулет, ничего интересного. Так, этот сундук вроде бы общедоступный, тут тоже ничего нет. Окей. Смотрим внимательно. Около нее стоят бутылки. Стоит декоративная миска. Вот эти сундуки, в принципе, к ней не относятся. Где же она могла что-нибудь припрятать? В общем, предлагаю... Ау. Но здесь она аж не сидит. Кроме того, если здесь некромантическая книга какая-нибудь была, то это можно было свалить на любого. Негодаэдра, каплизы магии, дуга доэдра. Отсходы и заката. Так, ладно, давай бахнем этот сундучок. Взлом удался. Окей. 32 монеты еще. И остаются вот эти сундуки. Я тогда иду в интернет и смотрю, как этот квест выполнить. Но просто потому, что его нужно выполнить, а как его делать, неизвестно. Бам. Бам. Да ладно, не удался. Так, все удалось. Ух ты, сколько зелий. Вот бы сначала мне сюда залезть. Правда, сейчас эти зелия не так уж и актуальны. Но все, последний сундук и... Без понятия. Так. Вампиры Варден. Копия Шар. Мне кажется, ли это будет разгадка. Как это делается. Так, остальное вампиры... Так. У нее копия Шарна. Я забыл, как называлась книга. Она была такая вот. Легионы мертвецов. Личная копия для Шарны Гра Мускуп с персональным экс... Экслибрисом? Че это такое? Если я знаю, что такое экслибрис, пиши в комментариях. Чудовища нежити обычно встречаются трех типов. Спиритуальный, плотский и лишенной плоти. Восставшие духи, такие как дух предков, привидения, гномский призрак, могут быть поражены только магическим зачарованным оружием. Или же оружием, сделанным из благородных материалов, подобных серебру. Духи предков наиболее распространены среди восставших духов. Безобидны в целом, несмотря на слабые проклятия, которые они способны накладывать на неугодные жертвы. Привидения же подобны духам, но способны наносить тяжелые повреждения неосторожным путникам. Гномские духи наиболее опасны. Они по большей части встречаются только в заброшенных гномских руинах. Плотская нежить. Или зомби. Как их часто называют на Западе, известны как ходячие трупы в Муруминде. Магия заставляет безжизненную плоть оставаться воедино с костями и духом. Ходячие трупы без труда можно распознать по острым, торчащим то здесь, то там костям. Металлическим частям, которые используются в ритуале поднятия нежити, чтобы привязать их к материальному плану. Все ходячие трупы злобны и опасны. Но крупные ходячие трупы намного хуже, нежели распространенные мелкие ходячие трупы. К счастью, ходячие трупы можно вернуть в их нормальное состояние и обычном оружии. Сложно провести классификацию среди лишенной плоти нежити, также известной как скелеты. Ловкость и боевые способности восставших скелетов зависят от их способностей при жизни и могут быть слабыми или сильными. Они также могут быть более или менее искусственным овладением мечом и щитом. Скелеты могут быть повреждены нормальным оружием. Исключение костяной лорды. Особенная форма нежити, сила которой, похоже, основывается на духовных началах, нежели на крепости костной ткани. Костяной лорды очень могущественны и крайне опасны. Обычно оружие не способно поредить им. Согласно поверьям, вампиры существуют в Муровинде уже несколько веков. Культура данмеров особенно ненавидит вампиров, и раньше Ординаторы и Вечная Стража стремились полностью их уничтожить. В последнее время, однако, вампиры вновь стали проникать в Муровинд и либо же стали просыпаться те, кто долго спал. Вампиры разнятся в мощи, по сути, в соответствии с возрастом и накопленным знанием. Но даже самые слабые из них неизмирима в могуществе ни любого существа нежити. Заметим, что пепельные вампиры не вампиры вовсе, да и не нежить даже. Однако, пепельные вампиры исключительно опасны, хотя их сущности и духы скреплены магической защитой. Войны храма Трибунала утверждают, что заклинания, обычно действующие на нежить, не воздействуют на них. Также раньше находил с тобой я книгу про кат... По-моему, в Муровинде, да, я читал, где рассказывалось про поднятие, подготовку тел, о том, что там некроманты скелетов усиливают металлическими там пластинами, кожаными ремешками, и это относится также к зомби, чтобы те были прочнее, живучие и так далее. Ну, в принципе, интересный рассказ, но и теперь Шарна Граммузгупа уж точно не отвертится, кроме того, очень нелогично на такой книге записывать свое имя. Шарна, ну что, признавайся. Добро пожаловать. Где вы это взяли? Это моя копия легионов-мерзвецов. А, ладно, я некромант, слушайте. Я научу вас нескольким заклинаниям, но вам придется держать рот на замке. Я могу научить вам заклинанию призыва духа предков, или, если желаете, призыванию прислужника скелета. Ну, чисто технически дух предков, по-моему, вообще тряпошный. Но его плюс то, что его вроде бы не ранить. Только же я с тобой читал. Ну, скелет, ну, этот скелет. Ладно, беру дух предков. Как желаете. Это очень просто, правда. Шарна отводит вас в сторону и учит, как призвать духа предков. Так, запомните, вы обещали никому не говорить. Дневник дополнил. А, после того, как Шарна Громозгу предъявили ее личную копию Легион Мертвецов, она признала, что является некромантом и согласилась научить меня призывающим заклинаниям. Так, а может, ты меня научишь и второму заклинанию? Так, давай с тобой еще раз поговорим. Заклинание. А, да, вот. Она даже умеет ходячий труп призывать. Но, судя по количеству магии, которые требуются на это, это весьма посредственные заклинания и могут помочь разве что в начальных этапах. Но начальные этапы я, в принципе, не понял, как это делается. Поэтому вот так. Далее, что в дневнике будет? Дом Редаран. Безумный лорд Милк. Я, в принципе, не понимаю, как и откуда это задание могло у меня взяться. Просто потому, что я не вступал в дом Редаран. И если я числюсь в доме Хлалу, даже если вступила, меня изгнали. Все равно чужие задания я выполнять не могу. Айрентайм Мандас, правда, безумный. Мне показалось, что он говорит что-то еще о своей дочери. Делай не Мандас, а о своем отце. Дерасе Мандасе. И что-то еще о Тельфире. Тельфир – это башня Дивайта Фира. Там никаких Мандасов, в принципе, не было. Там только дочери Фира, которые на самом деле являются его клонами. Поэтому, как это задание выполняется? Я не знаю. И кроме того, с учетом, что это дом Редаран, мне кажется, я в принципе не могу выполнить. Зажать рану. В Тельморах ходят слухи, что храм требует от госпожи Драты разрешить их целителям поселиться в Тельморе. Следует поговорить с кем-то из членов храма Трибунала и разузнать об этом поподробнее. Меня направили к Берилу Салу в судебных канцеляриях Вивика, у которого я смогу разузнать о давлении, которое храм оказывает на госпожу Драту. Хорошо, поговорим с Беррелом Салой, если я, конечно, его не убил. По-моему, я на него нападал. Просто потому, что хотел полностью уничтожить Орден Ординаторов. Поехали, Вивик. Я с радостью поговорю с вами. Мне очень приятно. Ой, до храма так далеко еще идти, через все кварталы. Ладно, предлагаю встретиться на месте. Итак, я добрался до зола справедливости. Пойдем поговорим с Беррелом Салой, если тот еще жив по-прежнему. В чем я очень сомневаюсь. Вроде бы я его грохну. Так, судебная канцелярия, судебная канцелярия. А где он там сидел? Так, это не ты, извини. У меня мало времени. А, он жив, что-то давай скорее. По-моему, я просто главнокомандующего Ординаторами грохнул, а Беррел Сава ложил. Ваши действия привели к тому, что храм больше не оказывает вам доверия. Пока вы не очистили свое имя, не ждите от меня помощи. Ты пошел бы ты куда подальше. Мне нужно зажать рану. Залите ли в Тельморе? Отхода эти слухи, Патриарх? Из Тельмора? А, жда, неудивительно. В окрестностях Тельморы много заболевших. Возможно, дело в погоде, в животных или в чем-то другом. В чем бы не заключалась причина, храм постановил то, что в интересах нашего народа следует убедить госпожу Драту допустить целителей в ее город. Но, вопреки здравому смыслу, она упорно желает решить этот вопрос мирным путем. Не желает решить этот вопрос мирным путем. В последний раз ее посещала группа элитных ординаторов, которые направлялись в Альдо и Дрот, чтобы разобраться с культистами. Не сомневаюсь, что в тот день Драта ощутила мощь о ЛМСВ. Но даже несмотря на это, она не желает уступать и теперь распускает слухи. У меня очень много дел здесь в Юике, иначе я лично бы на нее старухе визит. Но раз уж эти слухи привели тебя сюда, может быть, ты хочешь послушать трибунал и поговорить с Дратой? Да, мне нужна оплачиваемая работа. Какое разочарование. Хотя таких, как ты, не следовало ожидать ничего более. Я собирался наградить ее за труды, но пересмотрю свои планы. Ты получишь плату золотом. Ты все еще желаешь выполнить эту работу для храмового интереса? Ну, да, давай. Доложи мне, когда у тебя будут новости касательно этого вопроса. Брилл Саласкадр, блин, тем, что я прошу награду за переговоры с Дратой. Но пообещал заплатить мне за работу. Я согласился поговорить и отправляюсь в Тельмор. Ну, в принципе, какая награда могла бы быть еще? Какая-нибудь побрякушка бесполезная. Поэтому давай поставим пометку и Тельмора. Тельмор находится где? Так, это Тельбранора, Тельмора. А Тельмора вот здесь где-то напротив будет. Да, то есть мне нужно попасть в ВОЗ, а из ВОЗа в Тельмор. Ну, встретимся на месте. Чего время зря тратить? Итак, я на пути к Тельморе. Мне что-то было впадлу тратить деньги на корабль. Поэтому давай поплаваем с тобой и грохнем вот эту, например, рыбеху. А, сейчас все рыбы с водоем, как обычно, слетятся. Больше никого, больше никого. Посох и побежали. Кроме того, Дорату вроде как просили убить. Мейгор просил это сделать. Но, судя по тому, что у нее есть какие-то дополнительные задания, связанные с ней, пока что рановато. Возможно, после выполнения всех заданий можно будет ее грохнуть. Она действительно уже выжила из ума и никакой пользы ни себе, ни Дому Телвани не принесет. Так, а где ее башня тут вообще? А, я прошел даже. Ну, полетели что ли наверх. Левитейшн. Так, где-то тут вход. Вход, где же ты, я тебя не вижу. Продляю заклинание. Все. Вход найден. Сто процентов, она живет в верхней башне. Здорово, Нанин. Приятно познакомиться. Да приятно, приятно, если бы я еще мог тут пролезть. Это что там еще было, не понял. Так, нужно искать дырку в потолке. Потому что к архимагам вечно взлетать можно через дырки в потолке. Но что-то я эту дырку не нахожу. Еще я застреваю на рону месте. Эй. Да. Низкие потолки, это беда. Так, здесь дырок в потолке нет, ладно. А, я оказался в Тельморе. Нет. Мне в Тельмору не надо. Верхняя башня, верхняя башня. Нижняя башня. Неужели Драта живет в нижней башне? Ладно. Нижняя башня, так. Нижняя башня. Еще понятие в них вход. Я сейчас практически смотрю на вход в нижнюю башню. Точнее он... Как все сложно с этими Теллвани. Он где-то наверху получается. А вот оно. Вас здесь ничто не держит. Уходите! Да уйду я отсюда. Дайте только с Дратой поговорить. Вот она дырка. Стоп. А че, эта дырка еще вниз ведет? Ладно, смотрим. Тельмора. Башня служб, наверное. Хрен пойми, как куда попасть. Внешне, конечно, они красивые, эти домики грибные. Но, блин. Вот ты сам посуди. Просто нереально понять, как здесь сориентироваться, куда развернуться. Все сливается, ничего не понятно. Но мне не сюда. А, черт. Еще пол серии потратить на то, чтобы разобраться, где в этом домике выход. Это Тельмора. Окей. Вот я подхожу сюда вплотную. И где-то вот здесь, я не понимаю. Ладно, я подхожу сюда. За вот этой вот штукой нету ничего. Да я сам не знаю, сколько можно. Я тоже устал искать вход, где его нет. Допустим. А, тут вот дырка в потолку. Ох уж эти дырки. Ты дрот? Нет, слишком молода. И не ты. Я что-то не понимаю, или я действительно дроту каким-то образом грохну. Но по логике она должна ни в какой башне службы не жить, а жить в верхней башне, как я изначально и думал. Обредительная какая-то. Окей, давай посмотрим еще внимательно. Мало ли, у драты есть своя башня. Это просто грибы. Это просто домики левые. Это тоже левые домики, а определенно верхняя башня. Дубль 2. Open the door. Возможно, я здесь просто не нашел путь наверх. Тут никаких дырок в потолку нет. Здесь дырок тоже нет. Это просто подъем наверх. А тут еще есть. Ох уж эти домики грибные. Вот покой и драты. Замечательно. А вот и сама дрота. Почему она стоит здесь, а не в своих покоях, тоже мне непонятно. Здорово, дрота. Итак, ты вернулся, наш наставник. Чего же ты хочешь? Я хочу, чтобы целители работали в Тельморе. Мне нравится твоя настойчивость. Но я уже дала ответ воинственным ординаторам, которые ворвались в мой город. Нам в Тельморе целители не нужны. Экспожа Драт, не заинтересован целителям в Тельморе. Возможно, мне поговорить с кем-то другим в этом городе. С кем другим? Ты хочешь целительник? Ну, сколько можно? Уходи. Прощание. А если я, например, дам тебе тысячу монет, две тысячи? Возможно, это убедит тебя? Нет. Молчание. Кто может занять место Драты здесь? Потому что, как бы, я ее и грохнуть-то могу, в случае чего. Кроме того, меня просили это сделать. Но вот кто ее место займет? Явно не ее телохранитель. Хорошо, значит, в башне должен быть представительный мах Телвани. Я не должен застревать. Но я застреваю. Это явно наемник. Правильно, Натаниэль? Точнее, Натаниэль. А, он даже не хочет со мной общаться. Но, судя по одежде, он никакой не архимах Телвань. Даже не просто мах. Так, еще один наемник. Спускаюсь его вниз. Застреваю, естественно. Это тоже наемник. Я опять же застрял. Окей. В Тельмору. Мне кажется, все же в этой башне стоит поискать. А где тут нижний уровень был? Там. Там. Слушай, ты не знаешь, что разрешит... А, это путник. Стражник Телвани, ты, случайно, не дашь согласия на целитель? Меня не удивляет, что госпожа Драта не желает позволить храму открыть здесь святилище. У нее давние трения с храмом, насколько я слышал. Возможно, тебе стоит поговорить с ее голосом. Реймен Омейн в Садритмора. Может быть, у нее есть какие-нибудь идеи? Ага, здесь, в Тельморе. Да, то есть вот так вот здесь, в Тельморе. На другой конец света почему бы и нет. Хорошо, садимся на лодку и в Садритмор. Это ты сдаешь лодке? Садритмора. Вообще, этот голос мог бы сам убрать эту Драту, занять место Драты и править. Ну, потому что все архимаги Телвани, они какие-то чокнутые старики. Был только один нормальный Арион. И все, остальные просто выжившие из ума. Приставайте к кому-нибудь еще. Да-да-да. Меня Телвани очень не любит. Не знаю почему. Так, Тельнага. Тельнага, это, по-моему, не то. Здесь или то. Здесь вроде две башни были. Так, это Мурантунг. Ладно, пошли в Тельнагу. По-моему, там и окажутся эти голоса архимагов. Так, это не тот зал. Мне, по-моему, повыше надо. Или пониже. Предлагаю сначала повыше подняться. Главное помещение. Ну, не совсем туда, куда я хотел. Это совсем не туда, куда я хотел. Ладно, надо назад. Опять запутался. Вниз, 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 вниз. И еще раз вниз. Да. Я что-то не понимаю. Так, смотрим. Главное помещение. Садритмора. Садритмора. Верхняя башня Тельнаги. Разве что в верхнюю башню мне зайти. Так, а сюда левитировать надо. Окей, левитейшн. Я вот эту дверь раньше тоже очень долго искал. Я тепло приветствую вас. Я тепло приветствую. Блин, у них был какой-то один огромный зал. Где они там стояли все эти голоса. Мне кажется, я опять не туда иду. И в этой башне Тельнаги на самом деле живет какой-то другой Архимах. Да, по-моему, вот здесь жил другой Архимах. И я его, типа, случайно грохнул. Ну, точнее, я хотел его ограбить. Точно я знаю, что один стражник помер у этого Архимага, потому что он за мной нырнул. И он грохнулся в самый низ. Так, значит, нет. А, вот, нет, здорово. Это его башня, значит, заседание совета происходит, где-то еще. Где еще нужно опознать, найти. Неспроста я говорил, что в Садритморе две башни. Так, дыра в стене фары. Представительное здание требуется. Мурантонг, чародей. А, что-то там. Превратный трактир. Целитель. Трактир. Так, что-то я немного запутался. Черт, вы дери, я распутался. Вот она, вторая башня, где и сидит этот совет. С этими голосами, которые ничего не предпринимают, ничего не делают. Просто тратят налоги данмеров. Давай левитейшн сделаем, чтобы напрямую пролететь. Либо я иду не туда, куда надо. Да. Немного вбок надо. И вот он, синий гриб. Ну, не сказать, что это прям огромная башня, но тоже заметное такое помещение. Так, с кем мне нужно поговорить? С Рейвейн Амэйн. Только не блуждать, опять получится. А-а-а. Как сложно. Нет, мне явнее суда. Ты кто вообще? Нет времени на разговоры, уходите. Либо я что-то не догоняю, но здесь же было такое помещение, где сидели все эти голоса. Так, все. А я не хочу на это тратить время, я просто загуглю, где находятся эти голоса тылвани, потому что, блин, бред какой-то. Это оказалось просто элементарно просто. Вот вход. Вот как я попал в это помещение. Пройти прямо. Открыть дверь. Пам. Вот они все голоса. Да. Так-то не Амэйн. Вот. Рейвейн Амэйн. Почему чужестранцы считают, что могут приставать ко всем со своими вопросами? Ну, возможно, потому что у меня огромная катана. И этой катаны я могу тебя порубить на куски. Возможно, поэтому. Как ты считаешь, Рейвейн? Я Рейвейн Амэйн. Голос, госпожи, дараты. О, черт подери. Опять, опять этот бах. Не знаю, каким магическим образом этот бах устранил. Ну, что скажешь про уцелителей в Тельморе? Айн, тебе удалось задать дратий этот чекотливый вопрос. И она не отправила тебя в Обливион. Всю же секунду. Но в последнее время она поглощена проблемой под Тельморой. Возможно, если ты поможешь ее решить, то она отнесется к твоей просьбе более благосклонно. Обычно доступ к корням Тельмора имеет только госпожа Драта. Саделла Рэ, это я. Один из последних экспериментов госпожи Драты пошел не так, как было задумано. Она уже довольно давно не может спуститься туда, чтобы полюбопытствовать, полюбоваться своими коллекциями. Если тебя это заинтересовало, я могу впустить тебя туда, а ты разберешься с проблемой. Да, конечно. Очень хорошо, Мерлин Тадас. Зажми эту метку в кулаке, когда будешь в Тельмора и перенесешься под город. Ты сможешь в любой момент воспользоваться ей, чтобы вернуться наверх, если что-то пойдет не так. А в небольшое предупреждение, не трогай коллекцию госпожи Драта. Она наложила на них мощные ловушки, которые вряд ли ты переживешь. А если переживешь, даже не надеясь, что она станет рассматривать вопрос о том, чтобы позволить целителям храма поселиться в Тельморе, если ты что-то украдешь. Замечательно. Нас с тобой ждет приключение в Тельморе под городом. Ну что, встретимся на месте. Итак, ты даже не заметила, мы уже в Тельморе. Так, где-то должна быть здесь метка. Вот метка Тельмора, отлично. Да. Надеюсь, ничего страшного не случилось. И в них дополнен. Похоже, что проблема Поль Тельморы заключается в нашествии каких-то кровососущих чудовищ. Нужно перебить их всех и вернуться к Рэвэйн. Ой, черт, Рэвэйн под... О, здрасте. Вы кто такой? Вампир ловчий. Слезы корпуса, прах вампира. Так, а где я вообще нахожусь? В помещении. В помещении тут можно свалиться. Прыжок? Нет, нет. Ох, эти архимаги Телвани с их левитацией, любимые. Почему не сделать по-человечески, чтобы можно было спокойно подниматься, спускаться, и вообще, в принципе, нормальные проходы. Так, что здесь? Здесь лежит, достаив мне второй амулет. Амулет свежей раны, безусловно, занятная безделушка, но мне нужна его пара, обладающая противоположными свойствами. Амулет плоти, ставший целой. Ты знала, что этот компонент создал боссмер по имени Розагон? Эти розовощоки любитель деревьев вечно упиваются кровью. Неудивительно, что их так привлекает мясо и кишки. Драта. Пес, не трогай ничего в этой комнате. Я ложила проклятие, достаточно мощное, чтобы остановить четыре сердца ничи. Хе-хе-хе. Камалец, веший ран. Отнимает здоровье на себя, уязвимый. Нет, ну... Я не мазохист, чтобы это брать. Вот здесь вот есть интересный черепок. Может, его на превью взять. Черепок, скорее всего, угуара. Ладно. Давай смотри, что здесь еще есть. Сундучок, бам. А в сундучке... В сундучке ерунда. Тимсовые цветы. Впервые такое вижу. Лепестки каменевки. И еще что-то. Так, ладно. Отсюда можно уйти. Здесь ничего интересного нет. Кроме вампира, который в воздухе застрял. Так, если я его угрохнул там, мне нужно сюда. Отлично. Сундучок. Демонический танто. Призывать кинжал на 60 секунд. Тоже ерунда. Мне нужно черное зло. В моей коллекции колец зла не хватает черного зла. Мне нужно черное зло. Драта. Не трогай кольца. Инвертировала матрицу душ, чтобы глупцам, посмешивших их тронуться, пришлось не сладко. Не делай глупостей. Так, это эффект при использовании мне интересный. Это тоже эффект при использовании мне неинтересный. Так, что я не буду эту штуку трогать. Прыжок. Отлично. Так, здесь записка была стоять. Записка прибитая на что? На железный болт. Я знаю, что Дрорама в последнее время ведет себя беспокоенно. Но с его черепа пора вытереть пыль. Он не кусается. Казалось бы, несколько веков без телесного содержца никого угодно научится нить тишину. Видимо, нет. При жизни больше ничего было делать, кроме как оспаривать мое право на Тельмор. И мое место в совет. В совете. В следующий раз просто вытри пыль с черепов. А-а-а. Это, по сей видимости, враги, которых Драта уничтожила, чтобы стать архимагом Телвани. Ну, другие-то маги или члены ее семьи дома равноправные, которые могли с ней посоперничать за пост архимага. Так, хорошо, вниз. Я внизу. И все. Так, я вижу что-то интересное. До свидания, вампиры. Ух ты, какой жертвенный алтарь тут. Бам. Бам. Так, а тут кто-то сидит. Калека корпуса. Она, наверное, оставила опыты. Ну, сейчас, в принципе, можно понять, что она делает. Но мне кажется, что оставила опыты над вот этой калекой корпуса, чтобы исцелять корпус. Вот, что это за рунный стол. Желаете ли вы присоединить... Создать? Недостаточно смолы Телвани. Чего недостаточно? А откуда она берется? Вот, смола Телвани. Впервые вижу. Изготовление смоленых посохов. Изготовление смоленого посоха вам понадобится 10 порций. Смолы Телвани и два больших камня душ. Вылейте смолу в нагреватель и разогорите ее, пока она не активируется. Увидите легкое свечение в верхней части нагревателя. Чтобы избежать ожога, возьмите толстую салфетку и вылейте самодержимое нагревателя в форму, после чего дайте остыть один час. Вдавите два больших камня душ в размягченную смолу на верхушке посоха. Они послушают динамическим вместилищем для различных зачарований. Наконец, поместите готовый смоленый посох на рудный стол и выберите нужное зачарование. Обслуживание. Когда заряд вашего зачарованного смоленого посоха иссякнет, вы можете перезадить его на рудном столе от природного источника маны. Специальному его морфолите. От камня душ нельзя. Так, но я нашел только одну смолу Телвани. Перезарядить. У меня нет смоленого посоха. Да у меня, в принципе, и смолы-то нет. Огреватель смолы. Огниво. И огниво, подберись. Ткань со складками. Но это, наверное, чтобы взять форма для посоха. А где мне смолу брать? Она здесь, что ли, содержится? У вас нет смолы? Ну, это вампиры. Вряд ли у них будет смола. Так, вот это, похоже, сломанная клетка. Это что? Это прах вампира. Мне смола нужна, еще девять штук. Куб подмастерь. Нет, он мне не нужен. Вот это лестница перед рожей встала. Так, что здесь у нас на алтаре было? Были тряпки. Сердце упыря. Ножницы. Какие-то фляги. Кровь. Вампиры ловчие. Так, здесь кто-то в особенных штанах лежал. Ты кто? А, это просто вампир. Возможно, из этого вампира пытались сделать усовершенствованного вампира, кто знает. Здесь есть выход подземелья. Так, но мне нужна смола. Я тебя могу открыть? Да. Здорово, ты будешь драться? Ай! Ай! Это что такое? Средний ломать. Корпусного мяса. Нет, я не хочу такое мясо есть. И тебе тоже не советую. Кольцо скорости тоже надо снять. Мне нужно кольцо восстановления здоровья, которое я делал. Ну, пошли в подземелье. Да ладно. Это модом было добавлено? Или это как бы само по себе было? Потому что в остальной части Морровинда как бы пауков-то не было. Здорово, паук. Черт подери. Это интересно. А, паук, что у тебя есть? Бутылка? А, паучий я. Я думал, это какой-то паук-алкаш. Так вообще, я пришел вот отсюда. Мне нужно куда-то, не знаю куда. Но давай внизу пошаримся. Ниже все равно, наверное, не спуститься. Так вот, еще паук ползет. Так, это тупичок. Это не тупичок. Это совершенно не тупичок. Это просто охромнейшая пещера. Ладно, грохну паука, чтобы он не напрягал боевой музык. А, еще один остался. Они просто очень похожи друг на друг. Окей, что это такое? Это я здесь плаваю, но... Это просто большая пещера, в которой... Может что-то быть. Да, здесь может быть большой сундук. Мантии отражения холода. Да, ну... Второй камень памяти Драт. А где первый? Чисто логично подумать, что Драта, может, потеряла свою память, рассудок и занимается всякой хренью из-за этого. Эй, я как-то... Черт, я застрял. Нет, все. Вышел. Если здесь был второй камень, где-то пропущен первый. Пошли на поиски первого. Как-то все же неправильно со второго начинать. Я пришел из морских глубин. О, там еще наверх. Так, стоп, а откуда я действительно пришел? Вижу пауканов. Это я их грохнул. Да, это я их грохнул. Я пришел отсюда. Как мне сюда вернуться? С помощью прыжка? Да, с помощью прыжка. Окей. Пошли по дороге. Но ведь любой нормальный человек, увидев перед собой ровную дорогу, пойдет по ней прямо, а не спрыгнет в какую-то бездну. Ну, пауки считают иначе, но это их выбор. Можно за него их осуждать, почему нет. Но они поступают неразумно. А, тут еще один. Они просто очень сливаются. Хорошо, допустим, я иду путем по дороге. Возможно, он меня приведет к первому чего-то там от драты, паутины. Вы убираете паутину. А мне здесь что еще убираться? Ёж. Туда можно вообще свалиться. Мне кажется, вот в этой вот штуке есть что-то интересное. Поэтому давай подлетим к ней и посмотрим. А, смола. Окей. Вот еще смола. Пять единиц смолы. Паутина? Нет, это просто... Это просто штука какая-то. Но все указывает на то, что мне нужно спуститься в это адище. Паутина нет. Паутина нет. Ну ладно. Раз пришли сюда с тобой, давай идти до конца. Кавабанга! Я, правда, потом не знаю, как я вернусь и как я пойму, где я был. Где я не был. Паутина нет. Паутина нет. Кокон нет. Ударить нет. Грохнуть паука, да. Здесь по-любому должен быть какой-нибудь огромнейший паук, который паучья королева. Кстати, а вот эту паучью королеву было бы неплохо взять на превью. Я очень надеюсь, здесь будет просто наиогромнейшая паучиха, которая размером просто с небоскреб. Но, естественно, чтобы она меня с удара не убила. Так, допустим, этим я путем пришел вообще неизвестно куда и зачем. Давай пойдем по дороге. Это на дорогу не похоже? Нет. Но здесь я уже был, когда лазил по этой пещере и вот здесь таки нашел вторую часть памяти Драты, когда у меня при себе еще даже первой не было. так вот это что-то похожее на то, где я находил кусок памяти. Грибы на потолке, а внизу ни хрена. нет, сундуков нигде не спрятано. Окей. Допустим. Давай вернемся назад и проведем опять же расследование, но по пути наверх. Потому что спустились вниз, а там был еще пути наверх. Мне кажется, частей памяти у Драты всего должно быть три. Нет, я не запрыгну, как в прошлый раз. Левитейшн. А эти грибы можно стянуть? Нет. Эти грибы не воруемы. Допустим, я вот сюда подлетел. Бам. Интересно, а как высоко тут можно летать? Чисто технически возможно и до конца, например. Если я вот сюда вот тык. но здесь я задержаться смогу. Окей, отлично, сундучок. Кровавое отчаяние, кольцо осколков, четвертый камень памяти, да ты шутишь. А куда собственно идти? Какую магию? Что я отразил? Гребаные пауки. Я вас на превью возьму, вы меня сейчас реально напугали. Нет, но таких мелких брать не стоит. Я хочу громаднейшего паука, дайте мне громадного паука. Эти померли. Четвертая часть памяти, а где первая и вторая. Точнее первая и третья. Упс. Аааа, то есть когда я на что я наступаю? Когда я на что-то наступаю, срабатывает паутина. Из этой паутины вылазят пауки. Так. А, да, вот. Сейчас опять появится. да, появились. Кусать меня за задницу. Там. Отлично, пошли наверх. А куда выше? Выше, ну вот там вот есть местечко. Левитейшн. это все конечно хорошо, но я не понимаю, как в принципе эту память драта использовать, для чего, как, зачем, и нафига. вот. здесь нашел осталось еще до хрена. Взял еще смолу. давай спустимся немного. Не застревать. Вот здесь я был или нет? Неожиданно это задание оказалось гораздо интереснее, но скорее всего это добавляется опять же мода. Мне кажется вот здесь где-то должна быть это еще штука связанная с ее памятью, но не просто так туда падение было. Вадище. Что ж я застреваю? Смола окей. Может здесь подлететь прям куда прям на гриб? Нет. Я в упор не вешу здесь сундука, если он есть. Изо мной гонятся еще какие-то пауки, о которых я не подозреваю. Так, здесь я не окей. Бам. либо здесь я был, либо здесь ничего нет. Вот он сундучок, отлично. Пожалуйста, третья часть или первая? Первый. Прекрасно. Ай-яй-яй, я чуть не упал. Найдена первая, вторая, еще раз, какая часть? Первая, вторая, четвертая, где третья? Ну, первая как-то совсем нелогично была, не пойми где. И найдена чуть ли не последняя. Наверное, там где-то в глубине на воде. Кстати, а почему бы нет? Я аж вот сюда еще не спускался. прощай, паук. Обойти надо. понятно, тебя не ранить, потому что ты застрял в текстурах. так, это я вообще в паутину забрался. А сквозь эту паутину можно пройти, то есть, смотри, вот идешь как бы, входишь в паутину, а вот он, сундук. А как тебя взять? Отлично. Третья часть памяти и чем? Может, с ней повзаимодействовать как-то надо? Я не знаю. Давай попробуем повзаимодействовать. Первая часть памяти. Во-первых, вдруг взаимодействие окажет летальный эффект. Сохранюсь. Так, поехали. Первая часть. Вы видите беседу двух молодых данмерских женщин. Мое заклинание обнаружения подтвердило, что рабочий снаружи заражен бурой гнилью. Соня сказала, что это значит, что вся колония больна, и ее нужно очистить. Тимса, если ты будешь отгонять агрессивных к вам, я смогу уличить колонию. Мы получим хотя бы неделю отдыха. сможем посетить побережье Азуры, как ты давно хотела. Ничего связанного с дратой вроде нет. Вы видите плачущую молодую данмерку. У Азура, Тимса, я ничего не смогла сделать. Ох, Тимса, и почему я думала, что мы вдвоем сможем вылечить целую колонию? Ты была такой сильной, но этого оказалось недостаточно. Кровь и наши крики. Я думала, что готова, но моей силы не хватило, я не смогла из тебя исцелить. Вы видите жаркий спор, старый и молодой данмерский женщин. Я ухожу из племени Сони. Это была твоя ошибка, не моя. Скрывать ценные знания и говорить мне, что я не готова, я пройду по пути призрачного змея, обрету нужную мне силу вместо того, чтобы ждать, пока ты меня научишь. Ты можешь довольствоваться своей слабостью, но я не могу больше никогда. Вы видите молодую данмерку, одну в юрте, глядящую на розовый цветок. Я многому учусь, Тимса. Как ты была парализована, так и мой призрачный змей держит мужчин, пока я пью их силы. Мужчины, они хнычат и просят пощады. А мужчины из нашего племени, разве хоть один из них вернулся за своим телом? Нет, они слишком трусливы. Они больше не станут управлять моей силой. Однажды даже они не будут нужны мне для магии. Однажды у меня будет достаточно собственной силы. Так, значит, это на самом деле Драта, как вы звали? Так, Тимса. А, она какой-то своей подругой пошла исцелять, но что-то пошло не так. Я нашел набор камней памяти Драта под ее башней. Возможно, они кому-то пригодятся. Это я как бы СБ стартовала еще задание. Камни памяти Драта. Да, я стартовал себе еще одно задание. В попытках выполнить все зависшие задания я нашел еще одно. Ну что, это же классно. С другой стороны, такая здраво атмосферная локация. Мне кажется, что она все же была добавлена не оригиналом игры, а модом. Ой, неужели ты до меня дошел, получил? А тут еще один. Ладно, пора выбираться. а что? А я выполнил то задание. Кажется, с вампирами покончено. Как казалось, госпожа Драта проводила под своей башней весьма опасный эксперимент. Нужно вернуться с меткой кривен и доложить об успехе. Главное еще отстрять из вот этой вот ерунды кливитейшн и предлагаю сделать смольный посох. Вроде бы смолы должно быть достаточно. Сколько у меня ее? Смола, 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 где же ты? 13, да, хватит. Так, делаем смольный посох. Создать. Вы создали смоляной посох. какое заочарование вы хотите на него наложить? Поглощение, испепеление, нечестивость. Ну, наверное, поглощение, потому что испепеление, скорее всего, будет слишком слабо, чтобы кого-то убить. Нечестивость это вообще ахрен пойми что. А вот поглощение, скорее всего, либо запасил, либо здоровье, либо магия. И где мой смоляной посох? Так. Ну, в принципе, пойдет. Эффект при ударе. Поглотить здоровье, поглотить запас сил, ой, поглотить магию, вот это вот классно. А как он вообще выглядит? Так, давай достану. Ну, как-то вот так. Кроме того, у меня сейчас подозрение, что кто-то листается. Нет. Список не листается, а что меня так далеко откидывает, когда я на... Такое обычно происходит, когда список листается. Ладно. Ну, как-то вот так вот посох выглядит неплохой. И эффекты мне понравились. Я могу создать еще? Скорее всего, я смогу, как только там смола обновится, а эту метку я, наверное, не должен отдавать. Ладно. Я надеюсь, что мне метку не придется отдавать, и я смогу сюда путешествовать еще. А, да, я обратно в Тельмору хочу. Разве не видно, что мне необходимо уединение? сейчас 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 я тебя посохом по башке двину и уединение настанет навсегда. А может мне стоит сразу с Дратой поговорить, как бы Драта здорово. Я хочу про целитель поговорить. Не будем об этом. не будем так не будем. Что ж, значит, надо в Тельмору и с Тельморой возможно обратно сюда. Отсюда потом Вивика, ладно. Не вопрос, почему бы нет, не попутешествовать по всему Мору Винду не позастревать на каждом шагу. Короче, увидимся в Садритморе. Итак, я добрался до Садритмори. Давай поговорим с Рэвей на Мейн. Зачем вы здесь? У вас есть вопрос? У меня есть ответ. Вампиры уничтожены. Возможно, когда ты разберешься с проблемой Пальтельмора, госпожа Драта отнесется к твоей просьбе более благосклонно. Тебе удалось избавиться от всех экспериментов. Госпожа Драта будет очень довольна. Я могу с полной верностью сказать, что она согласится обсудить с тобой целителей из храма. А теперь тебе нужно сделать выбор. Ты можешь вернуть мне метку, я достойно награжу тебе за оказанную помощь, или же я могу сделать вид, что метку мне не вернули. А как распорядитесь этим доступом, твое дело. А почему ты предлагаешь такой выбор? Так принято среди Тылвани. Если тебе хватает сил заполучить что-то, возьми это. Будь добр и готов к последствиям. Я уже предупредил о том, что ты можешь сделать, с тобой можешь сделать госпожа Драта, если поймает тебя после краж ее коллекции. Я оставлю метку себе, потому что мне интересны и другие виды посохов. Этого разговора не было. А по словам Ревейн, Драта будет довольна, если я разобрался с проблемой по Тельмору, это самое время спросить о целителе в Тельморе. Ох! Ну что ж, пошли назад. Самое прекрасное, ходить через пол Муровинда ради одного диалога. Вот это вот просто шикарно. Представь, что тебе нужно из, не знаю, из Москвы отправиться в Киев, просто чтобы поговорить и тут же обратно вернуться. Ну блин, это просто, это просто очень-очень неудобно. Путешествие. Тельмора. Еще бы не заблудиться до этой госпожи Драта, когда идти. А потом нужно будет Бэрилу Салли доложить о том, что задание оказывается выполнено. Вот так. Ох, уж эти неудобные домики Телвани. Короче, Левитейшн. Потому что я не знаю, как здесь правильно бегать, чтобы сюда попасть. Зачем моей внешней башне можно было до верхней взлететь? Так, все, хватит тупить. Я пошел в верхнюю башню. Иначе здесь я буду полчаса летать, пытаясь найти вход в ней. Верхняя башня и теперь вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. А я вот этот поворот раньше не заметил. А он оказывается есть. Ну, что, дура-то? Итак, ты вернулся, наш наставник, чего ты хочешь? Я хочу целителей в Тейморе. Ревитейшн доложила твоих успехов в устранении небольшого недоразумения по твоей башне. Тебе не покусали? Царапинет? Дай-ка я взгляну на твои глаза. Значит, ты хочешь, чтобы я впустила в свой город шпионов храма? А целителей, вообще-то? У нас уже есть аптекарь, зачем мне еще целители? Аптекарь не может заменить опытного целителя? Взять бы хотя бы случай с лета. Да, Джульда не всегда, на Джульду не всегда можно положиться в лечении, а длительная болезнь это принесла нам большой убыток и была большим несчастьем, но храм это сборище таких челевых старых болтунов. Ни за что не поверишь, что их жильцы станут совать свой нос, куда не следует. Не станут совать свой нос, куда не следует. Думаю, храм с удовольствием пришлет женщин. Что ж, что это за непроходимая тупость? Они не хотят помогать, а нам не нужна их помощь. Я не хотел оскорбить о вас, госпожа Драта. Мен с виду, что вы сможете диктовать храму свои условия. Убедительный аргумент, мемрельный тандас, это меньше из двух зол. Доставь сообщение дорогому Беррелу Сал и скажи, что теперь Тельмора готова принять целитель из храма при выполнении трех условий. Во-первых, это должны быть женщины. Во-вторых, храм должен платить аренду за последний лоредас каждого месяца. В-третьих, я хочу, чтобы ни один ординатор больше никогда не показался в Тельморе. Госпожа Драта, главу ордина Дозора может не устроить ваше последнее условие? В противном случае я была бы разочарована. Доложишь мне, какое именно у него будет выражение лица, когда зачитаешь ему мои требования? Так, а этот квест оказался весьма и весьма непрост. Беррелу Сал хотя бы здесь можно по-быстрому. Говори скорее или уходи. В общем, я поговорил с Дратой и ничего хорошего это не услышишь. Условия? Как же мне надоело эта старая ведьма. Что ж, я слушаю, начинай. Я не могу потратить на тебя весь день. Ну, в общем, она хочет баб, она хочет, чтобы вы платили деньги и чтобы твоя рожа никогда не появлялась в Тельморе. Клянусь задницей, боэты, эта старая кошелка дразнит как Гути. Ладно, ее условия будут выполнены, целители будут женщинами, у них будет достаточно средств, чтобы платить аренду. А что касается последнего... Что ж, у меня нет особой необходимости посещать Тельмора, когда совсем рядом находится ВОЗ. Если ситуация такого возникнет, брата не сможет помешать ординатором. В любом случае, хорошая работа, Ван Тюрист. Вот, возьми свою заслуженную награду. 5000 золотых. Брил Сал согласился с условия госпожи Драте. Госпожа Драте, может быть, интересно об этом услышать. Конечно, интересно. А мне очень интересно до нее добраться. Итак, мы с тобой добрались до Драты в Мнавире Ока. Нет, это не так, но все же. Какая честь встретить вас. Итак, ты вернулся, наш наставник. Что же сказал Берл Сала? Берл Сала, великий могучий глава ордена Дозора, так и сказал. Ха-ха-ха. Ох, дорого бы я дала, чтобы увидеть выражение его лица и весьма разумно с его стороны принять все мои условия. Я предвидела такой ответ и уже начала растить новый дом. Еще примерно недели он будет достаточно велик, чтобы в нем жить. Дневник дополнил. Госпожа Драта была весьма довольна ответом Берл Салы. Сказала, что новый дом для Оцелителей из храма будет готов через неделю. А тебе твоя память случайно не нужна? Обязанности нет. Так. Это задание у меня засчиталось или... Нет, зажать рану по-прежнему висит. Окей. Теперь сказать, что через неделю будет все готово. тебе память Драта не нужна? Ага. И когда это задание пропадет из дневника? Или нужно подождать неделю, когда там появится этот грипп, увидеть, что там целители действительно обосновались, потом поговорить с Беррелом... Ну, что ты закрываешь обзор? Беррелом сала или Дратой? Типа, условия выполнены, все окей? Наверное, так. Ну, не знаю, давай отдохнем с тобой неделю. Итак, первый день. Второй день. День. Черт, не хватило одного часа. Третий день. Четвертый день. Пятый день. дневник дополнен. Новый дом для целителей в Тельморе должен быть готов. Окей, Беррел сала, отправляй своих целителей. Или мне это в Тельморе нужно посмотреть? Ну, что ж, давай отправимся в очередной раз в Тельмора. и не прошло и минуты, и я с тобой уже в Тельморе. Так, где она вырастила здесь новый хоррик? Дом Лиры Летте. Наверное, здесь где-то. Я просто как бы пришел сюда и что-то не замечаю его. Торговка, ноны, аптекарь, кузнец, льет. Так, а хрен его знает, честно говоря. Может, просто с тратой опять же поговорить. Вот здесь была какая-то территория, где ничего не было, но было очень похоже, что что-то там должно быть. Чисто на мой взгляд, разумно, что вот здесь это что-то появилось. С другой стороны, это вроде как считалось каким-то заповедным садом. Здесь растений было дофига. Классная такая природа и все прочее. И здесь гриб растить как-то было совсем странно. Так, это чьи грибы? Дом Лиры Летте. Так, здесь я пройду или нет? Да, прошу. В общем, как я подозреваю, мне нужно говорить с Дратой, потому что я без понятия, где она этот хриб здесь вырастила. Можно, конечно, опять же снова потыкаться. Завет. Порт Ниха. Геретти, Нона. Аптекарь, Кузнец. Башня, 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 башня. Ну и все, вот здесь дом Летый. Может, вот здесь по соседству просто рядом. Вот в эту сторону, если пойти. А давай там отодвинем завесу тайны. Глянем, если что-то есть, хорошо, если ничего нет, но значит говорить с Дратой. Где она вырастила? Хрен пойми. Ну да, здесь горы. Здесь горы и больше ничего. Что ж, давай поговорим с ней. Квест нужно как-то выполнить. Очень необычайно продолжительный квест. Было бы классно, если бы не требовалось туда-сюда бегать, или для побегов туда-сюда был бы какой-нибудь... Ты не можешь помолчать. Да, я могу помолчать, но лучше бы здесь был какой-нибудь член гильдии магов, и можно было телепортировать. С другой стороны, это же Драта, это Телвани, которые терпеть гильдию магов не могут. О каком телепорте может быть вообще речь? О, отлично, надо на самый верх, и Драта тогда передо мной. Да, они прибыли. Классно, они прибыли, но... Да, действительно, они прибыли. То есть, ты видишь, сразу же задание это пропало. А где этот новый дом был построен? Я так собственно и не понял. Ну, честно говоря, мне особо понимать это не хочется. Ну, построила она где-то и построила. Живут целители здесь живут. Танмеры не болеют, не болеют, и все хорошо и замечательно. Поэтому перед завершением серии давай сходим в сад, чтобы под конец посмотреть на всякие растения, на фауну, мору, винда, может я не вот здесь я все-таки увижу этот гриб целителей. Ну, возможно и нет. Я без понять, если ты заметил и понял, где вырос этот гриб, опять же, напиши в комментарии. И будем смотреть на вот этот ананас. Не знаю почему, как ты называешься, как еще раз, хак лоу, почему-то мне кажется похожим на ананас. Ну, и остановимся на сегодня. Так, спасибо тебе за просмотр, если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий, подписывайся на канал, никогда не ори о мари. Спасибо и пока. Что здесь вообще происходит? Кто тут умирает? Без понятия. много что там За dominance воздухо стоит на воздухо 風